В первых рядах концертного зала ветераны и участники боевых действий. В этом многопрофильном лицее День защитника Отечества без преувеличения встречается с размахом и, что немаловажно, с современными песнями. Патриотическим воспитанием сегодня занимается практически во всех учебных заведениях страны. В детских и подростковых по-прежнему создают стен газеты и устраивают выставки рисунков. Здесь особенно интересная выставка. К примеру, второклассница Полина вклеила в свою работу фотографии дедушки. Они еще даже черно-белые. Третьеклассница Екатерина рассказала, что просто гордится своим папой. А вот здесь очень интересная работа. Девочка рассказывает о том, что ее папа когда-то служил, но сейчас не военный. Он увлекается охотой и зато занимается ответственной работой. Он директор строительной компании. Таким образом, дети понимают, что настоящий мужчина – это необязательный человек в погонах. Эта комната боевой славы 202-й воздушно-десантной бригады работает 35 лет. Людмила Богаченко – учитель истории в лицее. Учебное заведение было открыто в 1980 году. И сразу ему было присвоено имя 202-й воздушно-десантной бригады. Людмила Семеновна сумела вовлечь целые поколения школьников для изучения истории этого подразделения. Делиться воспоминаниями сюда приходят и боевые офицеры. Один из них – майор Андрей Простокишин, кавалер Ордена Мужества. Он даже оставшись без рук смог продолжить службу в армии и заниматься с лицеистами. Мы когда первый раз встретились, он принес документы и надо было их отсканировать. Я, естественно, их взяла, думаю, буду сейчас сканировать. Он рассердился, он говорит, я сам. В лицее есть папки с воспоминаниями хабаровщан, которые служили за границей. Некоторым даже удалось увидеться с американским президентом Клинтоном. Вот они с Клинтоном. Клинтон, между прочим, сказал, знаете что, я летаю во все миссии ООН только на русских вертолетах и с русскими летчиками. Педагоги здесь воспринимают патриотизм как-то по-особенному. Любовь к своей родине для них вовсе не означает, что остальные страны хуже своей. И уж тем более и граждане. Я была в Венгрии, я была в Югославии. Но даже в Италию пришлось. Нормальные люди, они везде одинаковые. Когда мы патриотизм делаем частью политики, это плохо. Здесь ученики создают и любительские фильмы. В одном из них голосами подростков заговорили письма солдат Великой Отечественной войны. Я Морицкий Николай, командир орудия истребительно-противотанковой дивизиона. 14 октября 1943 года мы вступили в бою на битве. Нам удалось уничтожить три танка. В этом году в Хабаровске проводилась викторина на знание о периоде Великой Отечественной войны. Ученики этого лицея смогли рассказать даже о том, как жители блокадного Ленинграда спасали зверей в зоопарке. Находили мышей, потом их распарывали, засовывали внутрь разные травы и добавляли капельку рыбьего жира. Таким образом они обманывали животных. Далеко не все выпускники многопрофильного лицея становятся военными. Но педагоги уверены, их ученики все равно получаются особенными. И патриотическое воспитание в этом сыграло далеко не последнюю роль. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, как бы, может быть, ни запрещали, что образовательные организации, они не оказывают услуги. Это миссия. Это миссия взращивания. Это миссия закладки фундамента под нашу державу. Антон Примачев, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.